Приветствую, друзья. Вот такой смешной случай у меня был как-то. Я дружил с... Ну, мой друг у меня, он и сейчас, конечно, мой друг. Тогда он не был никаким миллиардером, был просто Марком Гарпером. И вот он привёл меня, значит, в центр эндокринологии, эндокринологический центр на Арбате. И познакомил с профессором, профессор Лебедев, кажется. Лебедев, да. Такой умный профессор, всё. И он тогда, профессор Лебедев, распечатал в газетах по России про новый метод, который назывался Ребефинг, кажется. Ну, это такое частое дыхание, частое дыхание, частое дыхание, как бывает у человека, который запыхивается, бежит, 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 бежит. Потом переходит барьер, и у него второе дыхание открывается. Так вот, автор этого Ребефинга не догадался, что это модель второго дыхания. Гров, великий гров, ну, такой гров, который занимался очень многими вещами, известный в мире человек, я его очень уважаю, тут вообще вопросов нет. Ну, как говорится, гора родила мыши, и он создал вот этот Ребефинг, вот это частое дыхание, которое вылечивало многие психосоматические нарушения. Да, и Лебедев, профессор Лебедев в Центре эндокринологии на Арбате проводил эти курсы. И там у него, конечно, были специалисты, которые этим занимались, и Марик меня привёл к нему. А Марик меня вообще ознакомил со своими друзьями, я его ознакомил со своими друзьями. Он меня познакомил с Джуной тогда, он меня познакомил, ну, с великим балероном, который танцевал в «Спартак», и мы с ним весь вечер просидели, проговорили там о всяких вопросах, но это не для публичного обсуждения. Ну, вопрос заключался в следующем случае, был очень смешной, потому что, значит, я там обещал провести 4 занятия, и 4 занятия ещё не провёл, я провёл только первое занятие, и на следующий день Лебедев мне сказал, профессор, вы такой молодец, что вы провели занятие, и 2 мои сотрудницы очень довольны, и они уже сказали, что они усовершенствовали ваш метод. Я, конечно, ахнул, потому что я ещё следующие не проводил занятия, ещё 3 оставалось, как они могли усовершенствовать, не зная чего. Ну, бывает, бывает. Поэтому я вот, исходя из этих соображений, во-первых, Марку привет посылаю большой, это первое, потому что я его всегда помню, он в моём сердце, потому что мы с ним даже однажды на его автомобиле ехали по дороге, и вдруг автомобиль, это ночью было, вдруг автомобиль как закрутился на дороге, скользко было, гололёд, и он так закрутился, я прямо сижу, а тут рядом со мной девушка сидела, и я её так за руку раз прижал, чтобы она не дёргалась. А машина крутится, а Марк сидит за рулём. Короче, потом машина, представляете ситуацию, она вдруг останавливается, и именно так и становится, как и было, и мы едем дальше. И Марк сидит за рулём и молчит. Я молчу. Потом он говорит, ну дела, я говорю, да, ну дела. Так, ну сейчас могу сказать, ну дела. Как они, не видя того, что должно быть дальше, уже поспешили заявить своему шефу, что они усовершенствовали метод. Я говорю, с тех пор у меня это в памяти. Вот не знаю, это же было очень давно. Это было очень давно, и это было настолько давно, что даже не могу вспомнить, когда. Но дело в том, что тогда это было модно, вот этот Ребеевинг там и так далее. Но дело в том, что я думаю, они уже академики, не менее того. Не менее. Такую наглость иметь, это же вообще. Потом, знаете, что интересно? Бывают такие люди. Конечно, в академии бывают и приличные люди, и действительно ученые люди. Да, вот бывают такие. И поэтому, во избежание такой глупости и такой провокации, чтобы кто-то не поспешил заявить, что он уже усовершенствовал то, что я сделал в течение жизни, поскольку он не знает, что я завтра выдам. Поэтому я вот эту фразу, которую я произносил при поздравлении с выходом с сайта моего сына, пока вот повоздержусь произносить еще несколько дней. Ну, потом обязательно скажу, конечно, но просто во избежание вот этих искушений, чтобы не появились вот такие идиотки или идиоты, которые уже совершенствуют то, чего они даже знать не знают. Не обижайтесь, друзья. Жизнь так устроена. Что сделать? А ведь это портит все. И они тогда мне испортили. Испортили, потому что Любедев тогда сказал, ну, раз они так разобрались, может быть, там, кто-то сюда. Даже не поинтересовался, что дальше должно быть. Да, это мне смешно, конечно, но поймите, жизнь такова. И вот что я вам хочу сказать. Я сделаю еще один ролик, а здесь, совершая эту фразу, о ней, о ней, об этой фразе, я хочу сказать следующее. Мне уже там написали в комменте, девушка написала, я знаю эту фразу, это значит, если хочет быть счастлив, будь им. Ну, спасибо большое, конечно, но речь не об этом идет. Я сейчас вам подскажу, о чем идет речь. Я настолько продумал. И, пожалуйста, вы, кто хочет, пожалуйста, я нисколько не сопротивляюсь, я не запрещаю вам, будьте первенцами. Держите первенство. Но я сейчас пока держу, потому что это я, как раз таки, школа человек будущего, хомофутурусу, понимаете? И с этой фразой начнется новая эра. Психология, психотерапия, нейрокибернетики, психофизиологической кибернетики, новая эра. Потому что это на стыке этих дисциплин, если вы так сможете так же, я буду только счастлив и рад, честно вам говорю. Мне всегда нужен партнер творческий. Конечно, нужен. Я буду очень рад увидеть такого человека, который так же продуманно, как я, понимает, как работают механизмы мозга и сумеет создать одну фразу. Не декларацию, если ты хочешь быть счастлив, а фразу, из которой с очевидностью открывается, какие действия нужно последовательно совершить, чтобы получить закономерный результат. чтобы способ там открывался. В одной фразе. Вот если кто это сумеет сделать, я буду только счастлив, потому что ищу братьев по разуму. Честное слово. Но не тех девочек и не таких академиков, а здравомыслящих, нормальных, творческих, ищущих людей, которые на самом деле так хорошо понимают и так хорошо разбираются, вот мы и посмотрим, кто чего стоит. Итак, я шутник, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. И поэтому, друзья, до связи. А сегодня или завтра объявим бесплатный ликбез для всех тех, у которых накопились вопросы, которые давно ждут, которые хотят получить развернутые ответы, которые готовят свои зумы. До встречи. Мы объявление сделаем.